МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1976 год, август. Шли 42-е сутки полета Бориса Волынова и Виталия Жолобова на борту станции «Салют-5», когда вдруг погас свет и заревела мощная сирена. Станция стала заваливаться на бок. Командир экипажа Борис Волынов передал на землю короткое сообщение. На борту авария. Больше он сказать не мог. Связь прервалась. Станция вышла из зоны радиовидимости. Почти два часа космонавты выправляли ориентацию, чтобы солнечные батареи поймали Солнце и восстановили энергоснабжение станции. Сеансы связи продолжались всего несколько минут. И на земле даже не поняли, какой стресс переживает экипаж. У бортинженера Виталия Жолобова начались мучительные головные боли. Он отказывался от еды и сна. Улучшений не наступало. Командир доложил на землю. Виталию плохо. Из центра управления пришел приказ. Экспедицию завершить немедленно. Для Бориса Волынова это был второй полет в космос. Первый, семь лет назад, едва не кончился трагедией. 69-й год. Советский Союз продолжает штурмовать космос. С каждым полетом усложняет задачу. Очередной этап – стыковка на орбите. Первым на Союзе-4 стартовал Владимир Шаталов. Следом отправились на Союзе-5 Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. Впервые в мире корабли слились в один объект. И Хрунов с Елисеевым надев скафандр через открытый космос, перешли к Шаталову. Уже на другом корабле все трое благополучно возвратились на землю. Очередь за Борисом Волыновым. Он будет спускаться один. Космонавт проверяет систему управления, отвечающую за спуск и готовность корабля к посадке. Включился двигатель торможения. Через 40 минут он должен быть на земле. Волынов знает буквально по секундам, что с ним будет происходить на спуске. И внимательно отслеживает все динамические операции. Нервы, естественно, напряжены. Неожиданностей здесь больше, чем на старте. В расчетное время включаются тормозные двигатели. Корабль гасит скорость и устремляется к земле. На несколько секунд выступает тишина. Двигатель, отработав свое, умолкает. Волынов ждет взрывоперопатронов, которые должны разделить корабль на три отсека. Спускаемый аппарат, приборный и орбитальный. Первый с космонавтом вернется на землю. Два других сгорят в атмосфере. Хлопок. Корабль ощутимо тряхнули. Неожиданно для себя за толстым стеклом иллюминатора Волынов видит антенны, которые крепятся на солнечной батарее. Такого быть не должно, он понимает. Разделений не произошло. Это авария. Масса объектов в разы превышает допустимую. И он не спускается, а уже падает. С этого момента до столкновения с землей остается не более 40 минут. Возможно, последние 40 минут его жизни. Повлиять на падение космонавт не может. Все процессы отданы на откуп автоматики, которая на этот раз не справляется. Остается только надежда на чудо. И космонавты всегда берут с собой какой-то талисман. У Бориса Волынова это маленькая обезьянка с вложенной внутрь фотографией семьи. Мы туда вложили как раз вот эту небольшую фотографию, на которой как раз и написали. Пусть сохранит себя любовь моя и наша. Борис Волынов попал в космонавта из летчиков-истребителей. Борис всегда мечтал быть летчиком. Это с самых школьных детских лет. В его комнате висел портрет летчика Серова. Он очень много читал о летчиках. И мама его отговаривала идти в летное училище. Однажды, прямо во время тренировочных полетов, его вызвали в штаб. В кабинете у начальника штаба Волынов увидел подполковника медицинской службы. Тот после знакомства и короткого вступления неожиданно предложил летать на аппаратах, которые, по его словам, быстрее истребителей. Но что может быть совершеннее тех самолетов, на которых тогда летал Борис? Медик подробно отвечать на этот вопрос не стал. До столкновения с Землей остается 35 минут. Борис не верит, что ничего уже нельзя сделать. И раз за разом повторяет попытки переломить ситуацию. Не было разговора о том, что эта вещь идет о космических полетах. Нет, им предложили заниматься новой техникой. Это новые скорости. Это совершенно новые высоты. И не задумываясь, Борис, конечно, согласился. Заниматься этой новой техникой. С Волынова взяли подписку о неразглашении. И даже жене нельзя было ничего говорить. А потом состоялась еще одна встреча, круто изменившая жизнь молодого летчика. В этот день были названы те, кого отобрали в первый отряд космонавтов. Всего 20. И это из 3,5 тысяч претендентов. В числе этих 20 Борис Волынов. Что их ждет впереди? Не знал тогда никто. Некоторые изъявили желание остаться в авиации. Не идти в отряд, а продолжить свою профессию. И им пошли навстречу. Я знаю таких, при мне это было. Ушли. Но, как мне сказали, предлагали и летчикам-испытателям пройти это. К сожалению, они никто не согласились идти. Потому что дело неизвестное. Что из этого будет непонятно. Где будем работать? Непонятно. Это же не обязательно в Москве. Это могло быть и на Северном полюсе. Могло быть и на Кушке, на Дальнем Востоке. Неизвестно, где это будет. Никто же ничего не говорил. Все, так сказать, было закрыто. Не получая ответа с земли, Волынов продолжает повторять микрофон. В левый иллюминатор, вижу антенну. В левый иллюминатор, вижу антенну. При этом он избегает слова аварии. Тогда режим открытой связи категорически запрещал любые упоминания о технических неполадках. В центре управления полетом наступает тишина. Все понимают, космонавт обречен. Хотя его отчетливо слышат, но связаться с ним не могут. Волынов в зоне радиопомех. Времени на советы уже не остается. Один из парней, моих знакомых, такой же квалифицированный человек, в ту пору уже был, все понимал, с полуслова и так далее. Он говорит, знаешь, что было? Я, когда снял фуражку, положил на пульт, связи уже нет, все ясно. И начали сбраться по трешке, по пятерке. Вот так. И это о многом говорит. Неужели это все? Конец. Но он же летчик. И сам выбрал этот путь. Немногие смогли пройти длительный и тяжелый отбор для полета в космос. Вся ответственность лежала на врачах. Доходило даже до курьезов. Некоторые ученые предложили вживить людям электроды, как собачкам. Это, по их мнению, упростит проведение испытаний. Ребята посмеялись и предложили ученым сначала эксперимент провести на себе. Предложение зависло в воздухе. Это ведь был отбор для непонятных еще условий. И поэтому рисковать в том числе жизнью этого человека, который вследствие какой-то случайности собственной мог оказаться не переносящим эти условия полета, вот это было страшно. Взять на себя медицинскую ответственность за его благополучие. Для столкновения с землей остается 30 минут. Я долгала, вверх вращается! Вверх вращается! Я долгаю! Я долгала, вверх вращается! Вверх вращается! Я долгаю! При подготовке к полету старались учитывать все, каждую мелочь. Лишний сантиметр роста космонавта, лишний килограмм оборудования корабля – все это имело огромное значение. Будущие космонавты сидели в Сурдобаракаме. В замкнутом, изолированном пространстве нужно было продержаться 10 суток, не проявляя никаких эмоций. Иначе спишут. Здесь пытались создать условия космического полета. перед подъемом Бараками на, допустим, если обычные лёжики поднимаются на 5 тысяч метров, без кислорода, просто так, весь в датчиках тоже. То у нас поднимали и на 5, смотрели внимательно, а потом ещё и на 6. 6 километров уже – это сложно без кислорода. Одно из самых тяжёлых испытаний – вращение на центрифуге. Это как детская карусель, которая с каждым оборотом набирает скорость. Кандидат в космонавты должен был выдержать перегрузку в 10G. Человек становится тяжелее в 10 раз и может быть просто раздавлен собственным весом. После центрифуги спина у космонавтов выглядит сплошным кровоподтёком. Нагрузки огромные, люди теряли сознание, затем повторяли всё сначала. Необходимо обладать огромной силой воли и мужеством, чтобы всё пройти. Посадили в центрифугу, пульс 80, поехали, перегрузка 2, пульс 100, перегрузка 5, пульс 120, 180. И потом максимально на восьмёрке у него зашкалило. И вон распускаемся. Начали торможение, пульс у него начинает падать. Но самое интересное, что центрифуга стояла на месте. Организм человека реагировал не на саму перегрузку, а всего лишь на её имитацию. Казалось бы, невелика беда, но врачи сочли, что у кандидатов в космонавты слишком возбудимая психика. Для любой другой работы такой диагноз не помеха. Но в космос нельзя. Он через всё это прошёл во имя главной цели – летать. Корабль продолжает падать. Его крутят и трясёт. У Волынова не осталось никаких иллюзий относительно того, что с ним происходит. Сознание подсказано. Он обречён. Я в этой ситуации, ну, вначале, честно говоря, буквально, ну, мне кажется, секунды хотелось жить. Очень. Но, так сказать, грубо, если сказать, мы шелок и захлопнулись. Иного пути нет. Но крепкая нервная система не позволяет впадать в память. Волынов знает, что сейчас его никто не слышит. Плазма, буржующая вокруг корабля, блокирует радиоволны. Значит, надо вести репортаж и записывать его на диктофон, чтобы в случае гибели специалисты могли разобраться, что происходило во время неуправляемого спуска. Его товарищам эта информация необходима. Она сохранит будущим космонавтам жизнь. Он летел люком вперёд и висел на ремнях. Не вместо того, чтобы вложимент вжиматься и так далее, ждать там всех перецепок и прочего, что сопровождает процесс спуска. А он летел лицом вперёд, понимаете. А ведь там тепловая защита совсем другая. Она очень слабенькая. И из наших стариков, как мы сейчас называем, вспоминали очень долго. Несмотря на то, что после полёта мы там были за разными столами разных уровней, но вот этот, когда мы сидели калачиком, потом полулёжа, анекдоты, веселья, шутки, прибаутки, но были все здесь. Из 20 человек, отобранных в первый отряд, в космос слетали только 12. Остальные по разным причинам остались на земле. Сегодня можно рассказать о каждом. А в те годы всё было затянуто плотной завесой секретности. Люди просто исчезали из отряда, без объяснения причин. Двоих, Карташова и Варламова, отчислили по состоянию здоровья. Перестраховались врачи. Григория Нелюбова, второго дублёра Гагарина, задержал военный патруль на станции Чкаловская, куда он с Венюкеевым и Филатьевым отправились попить пивка. Отчислили всех троих. Весельчака и заводилу Марса Рафикова подвели семейные передряги. А вот самый молодой из космонавтов первого набора, Валентин Бондаренко, погиб. Он заканчивал тренировку в сурдобарокамере. Снял датчики, протёр места их прикрепления и спирта. И бросил тампон в угол. По трагической случайности вата попала в спираль электроплитки. Пламя распространилось мгновенно. Самым последним ушёл из отряда Дмитрий Заикин. Ему удалось даже побывать дублёром у экипажа корабля «Восход-2». По всему выходило, что следующий полёт его. Но врачи обнаружили язву и списали. Космос может быть очень жесток к своим покорителям. Но работа по подготовке продолжалась. Люди шли к своей цели. Одним из самых упорных был Борис Волынов. Каждые 15 секунд Волынов диктует показания прибора. Эмоций в голосе не больше, чем на тренировке. До столкновения с землёй остаётся всего 20 минут. Всё сосредотачивается на космонавте, который должен сам... Он является командиром не только корабля, но и командиром своих поступков. Тамара Волынова даже не знала даты полёта. За несколько недель до старта космонавты и дублёры уезжают из дома. Кто полетит, будет известно только накануне. О полёте мужа Тамара узнала, как и все, включив телевизор. Борис стоял на трапе у ракеты, улыбался, махал рукой. «Скорее садись, пока не занято!» – закричала Тамара. Засмеялась и тут же заплакала. Сколько раз мысленно представляла она себе этот момент. Момент его победы. Их... Субтитры создавал DimaTorzok Женщины в Звёздном собрались отпраздновать этот день. Много говорили, вспоминали. Представляли, как будут встречать своих героев. Сердце сжималось от тоски и почему-то по ночам хотелось плакать. Пресчувствия, конечно, есть. Они есть у каждого. Потому что, действительно, я уже говорила, это же сопряжено с опасностью и с большой опасностью. Конечно, хочется, чтобы всё было как следует, как надо. Действительно, и ходишь с одной мыслью. Действительно, спаси, сохрани и поймела. На высоте 90 километров гремит взрыв. Это разорвались отработанные топливные баки. Взрывная волна отбрасывает отсеки друг от друга. Наконец-то спускаемый аппарат избавился от лишнего груза. Вой сирены давит на барабанные перепонки. Борис чувствует тяжесть перегрузки, которая всё увеличивается и увеличивается. Волынов с нетерпением ждёт раскрытия парашюта. После происшедшего нет гарантии, что автоматика сработает и парашют раскроется. Такое уже было два года назад, в 67-м, когда погиб Владимир Комаров. Тогда Волынов входил в комиссию по расследованию катастрофы. При мне раскрывали тело Владимира Комарова. Мы снимали самые последние данные, не для того, чтобы мы полюбовались, а последние данные, что человек делал, в какой позе он находился, до чего он, может быть, дотягивался, может быть, чем-то он управлял. Мы должны определить по форме тела, как оно было расположено. И, может быть, что-то можно было, и, так сказать, получить какую-то ещё информацию дополнительную, которую не знали. И это было в 67-м. А в 69-м я сам оказываюсь в сложной ситуации. И я понимаю, что результат будет таким же. До столкновения с землёй остаётся 12 минут. Вокруг спускаемого аппарата бушует пламя. Внутри кабины появляется запах гари. Неужели разгерметизация? Розовые струи, жгуты раскалённого воздуха разогреты до высоких температур. Так вот вьются. Очень эффектно. До сих пор помню. Гудет всё, как в топке паровода. Как выяснилось позже, космонавта спасли всего несколько миллиметров не сгоревшие резины. В какой-то момент Волынова обожгла мысль. Во время стыковки корабли вели себя не так, как отрабатывали на тренажёре. Космонавты буквально нащупывали алгоритм соединения двух аппаратов невесомости. Все их движения записаны в бортовом журнале. И если он сгорит, то придётся всё осваивать заново. А это большой риск для новых космонавтов. Записи нужно сохранить во что бы то ни стало. Поэтому я выдернул листочки, которые касались стыковки из буржурнала. Засунул в середину. Сложил их крепко. И что попало в руки, там, по-моему, бин попал. Я их замотал, чтобы потуже было. И вы знаете, при пожаре книжка, когда сложена плотно, то горит по краям, а в середине остаётся информация. Спускаемый аппарат продолжает беспорядочно вращаться. Игрузки становятся всё мощнее и мощнее. Трудно пошевелить не только руками. Невозможно перевести взгляд. Глаза застилает серая пелемя. Но присутствие духа Волынов не теряет. Это выдержка. Вы можете называть её по-разному. Человеческая, нечеловеческая. Просто настоящего мужчины, который понимал, на что идёт. Сначала Бориса Волынова не хотели брать в лётное училище. По возрасту ему не хватало года. И мама была категорически против выбора сына. Она работала хирургом в госпитале, где лежали тяжело раненые лётчики и фронтовики. Кто без рук, кто без ног. Мать привела сына в больничную палату. Пусть своими глазами увидит, что может случиться с человеком такой профессии. Но и это не остановило Бориса. Он всё-таки пошёл в лётное. Сразу после школы. Язык повинуется с трудом. Но космонавт продолжает детально фиксировать всё, что с ним происходит. До тех пор, пока не перехватывает дыхание. Атмосфера разогрела, как следует, когда начал металл плавиться на мои глаза. За иллюминатором, а это рядом совершенно с лицом. Корабль, беспорядочно вращаясь, падает на землю. Внутрь проникает дым от горящей изоляции. Лицо пылает от невероятного жара. На земле специалисты десятки раз будут прослушивать диктофонную запись. Но не услышат не то, что бранное слово. Это естественно в стрессовой ситуации. Ни одной панической нотки не прозвучит в репортале. Это меня потрясло. С каким хладнокровием и с какой выдержкой он, скажем так, шёл к финалу. Но финал мог быть разный. Либо это посадка успешная, либо это уход небытия. Тамара ждала возвращения мужа. Мысленно разговаривала с Борисом. Представляла себе их встречу. Вспоминала, как вместе наряжали ёлку, как гуляли весной в саду. Побольше бы таких спокойных и счастливых моментов. Но она понимала, космос – главное в его жизни. Всё подчинено ему. Тамара очень хотела, чтобы у мужа всё получилось. Конечно, я тоже где-то в душе молилась. Господи, ну пусть будет так, как он того хочет. От разделения объектов до ввода парашюта всего несколько минут. Но Волынову кажется, что длятся они – вечность. И ты ждёшь момента, когда тебя тряхнёт как следует. А это, значит, ввод основного парашюта. Ну, потому что тормозной парашют, он слабенький, конечно. А когда основной, тебя там размазывают по кабине капитально, что как бы ты ни привязывал книжки, они всё равно из крепления вылетают. И самое главное – вжаться в сиденья и очень хорошо перед этим затянуть привязные ремни. На высоте 10 километров парашют раскрывается. Мощный рывок возвращает Волынову надежду на благополучную посадку. Но спускаемый аппарат продолжает вращаться и закручивает стропы парашюта. В любой момент петля, за которой крепится парашют, может не выдержать. И тогда столкновения с Землёй не избежать. Неизвестность для Тамары хуже всего. И спросить-то не спросишь. Нельзя. А когда не знаешь, что происходит с любимым человеком, в голову лезут страшные мысли. Ведь ещё живы воспоминания о трагической гибели Гагарина. Это случилось 27 марта 1968 года. Юрий Гагарин разбился во время тренировочного полёта. Когда я вечером пришла с работы, позвонили наши женщины, говорят, Тамара, мы тут все собрались, Юра пропал. Это было ужасно. Когда мы поехали, мне показалось, что это неправда, потому что мы только что вроде расстались. А когда приехали потом на место гибели, когда это было разрешено уже комиссией, конечно, это было ужасное зрелище. Это была воронка диаметром где-то около трёх метров, залитой водой. Ужасно. Она пыталась быть сильной и уговаривала себя. Всё будет хорошо. В центре управления полётом замерли в напряжённом ожидании. С того момента, как связь с Волыновым прекратилась, люди старались поддерживать друг друга какими-то простыми фразами. Многие просто молчали. В ЦУПе время остановилось. Очень тяжело. Когда ничем не можешь помочь, и приходится просто ждать финала. Каждый, как мог, берёг в душе надежду. Когда раскрылся купол уже на 10 километрах над землей, это вращение закрутило стропы, парашюты. Я думал, что сложится мой любимый куполок и до земли. Но оказалось, что хорошая конструкция купола и мощное сопротивление купола этому движению, да, получилось так, что купол стал грушевидной формы, но не сложился. Жгут строп начал раскручиваться в обратную сторону. Так, вращаясь то вправо, то влево, спускаемый аппарат приблизился к земле. Двигатели мягкой посадки сработали поздно, на расстоянии чуть больше метра от поверхности. Удар был очень сильный. Достаточно сказать, что срезало стационарное крепление магнитофона, который располагался у меня рядом с плечом. Болты были срезаны, и он мимо меня пронесся со скоростью снаряда. Мимо коленок. Иначе бы ноги пострадали. Удар при посадке пришелся на плечи и затылок. Он оказался такой силой, что у космонавта переломились корни зубов верхней челюсти. Посыпалось стекло, и в корабле стало нечем дышать. В общем, это был действительно драматический спуск. Один из самых драматических. Волынов приземлился с неполностью раскрытым парашютом. Живой. Ну, отлично. Да, можно, что-то зараза стоило. Живой. Но болели зубы здоровые. Удар был большой. Все спрашивали, терял ли я сознание, вроде бы нет. Но удар был приличный. Борис отстегнулся от кресла и попытался открыть крышку люка. Корабль был сильно разогрет. Жаропрочная сталь, защищающая люк от воздействия огня, превратилась в пену. Через несколько минут Волынов оказался на снегу. Вокруг снежная степь. Минус 38 градусов. Космонавт Космонавт начал замерзать. Чтобы согреться, он опять забрался в кабину. Но корабль быстро остывал. Корабль конечно поуродовался здорово. И Волынов он очень сильно переживал, что он как говорят несколько дней зубы не мог разомкнуть. У него такой спазм был сильный. Но не кричал и плакал. В ЦУПе было уже известно. Корабль достиг Земли. Из-за аварийного спуска космонавт не долетел до расчетной точки 600 километров. На розыск Волынова был отправлен отряд спасателей. Военным был дан приказ. Как можно скорее найти спускаемый аппарат? Все понимали, если космонавт выжил, у него могут быть травмы. Ну, в общем, без молодых лет, я уже видел у него, так сказать, некоторые металлы, так сказать, вместо зубов или коронки, или что-то, что он сильно повредил челюсть. Борис старался согреться как мог, но становилось очень холодно. Сильно болела челюсть, ломила все тело. Волынов вспоминал, как их готовили к таким ситуациям. Учили выживать в любых условиях. Но тогда можно было развести костер. Неожиданно послышался звук работающих двигателей. Над ним пролетел самолет. Пилот заметил оранжевый купол парашюта. Такие только у космонавтов. Через несколько минут над местом посадки кружил Ил-14. Десант отнесло в сторону и до Волынова они добирались в пешок. первое, что спросил Волынов. Седая ли у него голова? Спасатели сказали нет. А он на деле все прошел и остался нормальным человеком, понимающим шутку и умеющим шутить и все. До я его не видел. Слышал только. Но он очень скрупулезный человек, это я знаю. Возможно, это стало результатом его вот такого знаменитого полета. Тамара, услышав по радио сообщение о том, что Борис Валентинович Волынов удачно приземлился, заплак. Но дело в том, что вот когда все это свершилось и когда тебе можно радоваться, а у тебя ощущение такое вот куда-то сесть, забиться одной. Ну, может быть, даже и выплакаться. Возвращение на землю было счастливым. Тамара испытывала волнение и гордость за своего мужа. Конечно, она видела, что Борис очень похудел и осунулся, но глаза его светились. Не каждому дано счастье в жизни осуществить свою детскую мечту. У него это получилось. Получилось, я считаю, успешно. Казалось, все тревоги уже позади. Из Внукова кортеж с космонавтами следовал прямо на торжественную встречу в Кремль. Тамара ехала в следующей за правительственным зилом машине. Вдоль всего пути стояли люди. Сыпали конфетти, стреляли хлопушками, бросали цветы, кричали какие-то слова. Победители встречали с восхищением и благодарностью. И вдруг произошло непредвиденное. Перед въездом в Кремль раздались несколько сухих хлопков. Первое мгновение никто не понял, что это выстрелы. Стреляли в рядом идущую машину, а мы стояли открытые. Я не понимал, почему в этих космонавтов стреляют, а мы стояли открытые в машину, вот они, мишени, ну, в пяти метрах, может быть, четырех. Был убит водитель одной из машин. Позже выяснилось, что это было покушение на Брежнев. В соседней машине ехал космонавт Георгий Береговой, внешне очень похожий на генерального секретаря Коммунистической партии. Космонавтов очень быстро провели в концертный зал. Это был настоящий заслуженный праздник. Каждому хотелось быть поближе к покорителям неба. Борис Валентинович Волынов стал героем Советского Союза. После награждения за стола президиума вышел Леонид Брежнев. Он прошел в зал и подошел Каждой матери подошел и сказал слова благодарности Спасибо что вы дали жизнь герою космоса. Он прославляет нашу Родину. Спасибо вам большое чтобы вырастили такого сына. Только через 10 дней после непрекращающихся встреч и пресс-конференции Волынова положили на обследование. В случае изряда вон выходящий. Слухи о том что в космонавтов стреляли ползли по Москве несмотря на то что газеты об этом промолчали. И чтобы пресечь разговоры космонавтов чуть ли не ежедневно демонстрировали на публике. Все это время Бориса Волынова мучила постоянная боль в деснах. И только через две недели была операция и запрет на полеты в космос. Так вот мне сказали психологи когда я начал проходить медицинскую комиссию что вы летать больше не будете никогда ни на чем не только на боевых самолетах но этот психологический барьер этот эту травму психологическую вы не преодолеете никогда в своей жизни и готовьтесь к тому что вы даже к рейсовому самолету не подойдете близко я желаю посмотрим Волынов начал бороться за возвращение в космос сказался его характер Рос в Сибири всегда считал что сибиряки люди особенные крепкие никто из близких не знал о том что его отстранили от полета Борис этого не рассказывал считал что семья в такой ситуации только расслабит сделает мягче а нужно быть жестким только так можно справиться только оставшись один на один со своим страхом можно победить его снова и снова Борис Волынов переживает все происшедшее он участвует в комиссии которая разбирает причины аварии эмоции настолько сильные что я начинаю рассказывать о отдельных этапах того что происходило во время посадки у меня остались мокрые спина мокрые под коленками и мокрые ладони влажные совсем часто Борис снова попадал в аварию в своих снах и просыпался в холодном поту он стал много заниматься спортом ведь всегда был крепким и сильным старался заставить себя без эмоций вспомнить о случившемся Волынов не мог проиграть он должен снова полететь это человек с очень хорошей внутренней организацией он очень пунктуальный есть люди которые ну сначала бросаются в омут потом думают как из него выбраться Волынов он хочет заранее продумать все что может встретиться и он для каждой ситуации заранее готовит план своих действий и вот через полгода на плановой медкомиссии Волынову был разрешен частичный допуск к тренировкам еще через полгода он снова в числе космонавтов которые готовятся к полету и это стало началом его возвращения но ждать следующего старта пришлось семь лет Волынов стартовал в космос командиром орбитальной станции Салют-5 и опять как в первом полете судьба приготовила ему неприятный сюрприз досрочное прекращение полета и авральное возвращение на Землю командир помог Жолобову надеть скафандр и занять место в спускаемом аппарате проверил герметичность люков и дал команду на расстыковку корабль не двинулся с места Волынов сообщил на Землю нас что-то держит на Земле разбирались целые виток затем подсказали как разомкнуть замки стыковочного узла станции найдет нам команда взлетать посадка идет уже пойдет со второго витка значит расчетная точка по второму витку была на расстоянии нам туда надо было полтора часа не везет Волынову с посадкой и на этот раз его корабль во время приземления ударился о Землю ребром два раза подпрыгнул и упал на бок Волынов сам открыл люк выпался в степь попытался встать на ноги и рухнул как подкошенный мы когда подошли они лежали возле аппарата так на расстоянии друг от друга 4-5 метров но эта посадка была не в пример легче первой после обследования врачи не нашли ни у Волынова ни у Жолобова серьезных повреждений но в космос никто из них так больше и не летал в Киеве и не достаточной врачи не достаточной